Здравствуйте, меня зовут Алексей Никифоров, я руководитель клуба зимнего плавания Утро СВИМ и здесь предлагаю бизнес-проект клуба загаривания в городе Иркутск. Расскажу про нашего типичного клиента историю, я уже рассказывал, делился историей про молодую девушку, сейчас я расскажу про мужчину, 40 лет, который на работе, страдал от повышенной умственной и эмоциональной нагрузки, страдал от отсутствия движения и спорта в своей жизни, так и страдал от простудных заболеваний и мертвостейной. Но как-то раз он встретился с людьми, увлекающимися закаливанием, моржами, с тех пор получил для себя эмоциональную разгрузку, ушли все вот эти вот выгорания, он каждый раз, общаясь с холодной водой, получал заряд бодрости на неделю и физическую активность, ну все стало прекрасно. И вот это мы делаем. Да, мы как раз помогаем людям достигать вот таких результатов. Бизнес-модель клуба закаливания в Иркутске. Мы сегментировали наших клиентов, проверили интервью, основной, получается, потребитель, основной наш клиент, это люди, мужчины и женщины от 40 до 50 лет, которые приходят к нам за эмоциональной перезагрузкой, за яркими эмоциями и за компанией, теплой компанией. Потому что вот я в той короткой истории про клиента забыл еще сказать, что вся компания юношеская, молодежная, того мужчины разбежалась к 40 годам, а здесь он компанию опять нашел свою. Вот, также в сегментах наших клиентов это люди от 40 до 50, даже до 60 лет, пришедшие улучшить свое здоровье и избавиться от простудных заболеваний. И еще у нас есть небольшой, но ведущий за собой сегмент спортсменов от 20 до 50 лет, которые приходят за адреналином и ведут за собой всю остальную 99% массы клиентов клуба. Эти спортсмены плавают до 500 метров, проплывают в ледяной воде, но это просто вот что-то. Что мы предлагаем нашим клиентам? Мы предлагаем доступ к холодной воде, мы предлагаем наш экспертный опыт, как погрузиться в холодную воду и получить от этого только положительное впечатление, не холод, а наоборот тепло от холодной воды. Мы предлагаем помещение, в котором человек после погружения в холодную воду может комфортно согреться, перед этим переодеться и отогреться, и после этого хорошо набрать тепло в банке. Как мы общаемся с клиентами? А, ну плюс еще клиент уходит в кучу красивых фотографий, заполняет свои инстаграмы и прочие соцсети фотографиями, видео, которые все его знакомы, ахают и ставят лайки. Как мы находим клиентов? В основном это сарафанное радио, это таргетированная реклама и размещение на городских порталах и в СМИ, но по каким-то мероприятиям. Как мы общаемся с существующими клиентами? У нас есть группы в мессенджерах, там происходит достаточно живое и теплое общение на текущие темы инстаграм и соцсети. А у финансов. Потоки доходов идут с разовой небольшой абонентской платы, порядка 1000-1500 рублей человек в месяц платят за возможность посещения клуба. Мы предлагаем также разовое посещение, что за 500-600 рублей человек за 2-3 часа сможет энергии набраться на всю неделю. Ну, попробовать, да? Если понравится, то он переходит уже на абонентскую плату. Мы забираем взносы с мероприятий, которых мы проводим, это всевозможное, ну, наше уже натриморжевое соревнование на скорость, плавание на скорость. И планируем сдавать помещение в баню в аренду для также повышения дохода, тогда, когда клубом бани не используется. Наша ключевая деятельность, что мы не можем отдать на баутсорс, это экспертный опыт, помощь людям в окунаниях, обучение зимнему плаванию, обучение закаливанию. Ключевые ресурсы, которыми центр закаливания обладает, это доступ к открытой воде круглогодичной, теплые раздевалки, теплое помещение, где можно переодеться, согреться, баня, где можно потом набрать уже хорошо тепла, ну и дальше для уже спортсменов это открытый бассейн. А, еще помещение для чаебития у нас есть, то есть люди приходят за общением, они в перерывах между окунаниями и отогревом в парилке, они между собой хорошо общаются, делятся, разговаривают на любые темы, проводят время в группе команды. Спасибо, давайте поаплодируем.